Если пандемия чему-то и научила бизнес, так это тому, что под давлением он может действовать активнее, особенно когда речь идет о внедрении новых технологий. На этой неделе в планете бизнеса мы изучим, почему экологическая и цифровая трансформация стали приоритетным направлением для столь многих компаний. Через мгновение мы узнаем у Европейской комиссии о ее планах помочь бизнесу в этом дивном новом мире. Но сначала мы познакомимся с одной компанией в Дании, поддержавшей изменения ради будущего успеха. Компания BKI — крупнейший производитель кофе в Дании. На ее заводе недалеко от города Орхус обжаривают и упаковывают кофе со всего мира. Семья, основавшая компанию в 60-м году, знает, что инновации — это залог выживания бизнеса. Именно поэтому она решила создать, по ее словам, самую экологически чистую упаковку для кофе на сегодняшнем рынке. Что такого революционного в этой упаковке? Мы первая кофейная компания, которая производит полностью перерабатываемую фольгу без содержания металла. Мы сократили выбросы углекислого газа на 25% и пластика на 15%. Это влияет как на экологию, так и на бизнес. В дополнение к внедрению зеленых технологий, BKI также перешла на цифровые технологии, изменив системное обеспечение своего завода. Как вы использовали цифровые технологии для повышения производительности и почему вы сделали их приоритетным направлением? Мы оцифровали и автоматизировали все процессы на фабрике, особенно в зоне обжарки. Это действительно улучшило производительность завода. Если бы этого не произошло, мы бы больше не занимались бизнесом. Для улучшения бизнеса BKI обратилась к Европейскому центру поддержки передового производства. Его задача — помочь малому и среднему бизнесу стать предприятиями будущего. Этот проект ЕС — это лишь один из элементов более широкой промышленной стратегии Европы, направленной на развитие зеленых и цифровых технологий. Чтобы узнать больше, мы обратились в Европейскую комиссию. Эта технологическая революция создает как возможности, так и проблемы для бизнеса. Что вы делаете для того, чтобы компании могли стать частью этой трансформации, особенно на пути выхода из ковид-кризиса? Комиссия должна понять, какая бизнес-модель подходит для вас, какая для перехода на зеленую технологию, какая бизнес-модель подойдет для цифровой трансформации. Многие компании сегодня выбрали как раз последнюю бизнес-модель, и мы помогаем им инвестициями, стратегиями, адаптируя регулирование для того, чтобы у них все получилось. Прямо сейчас бизнес, в особенности малой и средней, пытается выжить. Что бы вы им сказали? Мы понимаем, в какой сложной ситуации вы находитесь, и мы попытаемся помочь вам пройти через это. Но мы должны вместе смотреть в будущее, придумывать проекты, на которые мы сможем помочь вам получить инвестиции, сделать их более экологичными, более цифровыми, более доступными для потребителей. Мы рассчитываем на вас. Дни промышленности Евросоюза – флагманское отраслевое событие в Европе. Зачем компаниям участвовать в нем? Это не одно событие. Это более ста мероприятий, и вы должны принять в них участие, потому что именно здесь вы можете прислушаться к опыту других. Вы сможете лучше понять возможности, но в особенности это даст вам представление о том, куда мы все идем. И это стоит того, чтобы поучаствовать. Достаточно всего одного щелчка мышью. На этом программа «Планета бизнеса» подошла к концу. Узнайте больше об этих трансформационных тенденциях и днях промышленности ЕС на этой неделе на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok